Во-первых, я хочу подчеркнуть, что никакой демаркации и делимитации не происходит, потому что если была бы демаркация и делимитация, то нам было бы ясно, на основе каких карт, какого года, происходит весь этот процесс. А на основе декларации никакой демаркации и делимитации происходить не может, потому что там нет никаких карт, причастных к этой декларации. А то, что происходит, это просто односторонние уступки, которые, конечно, никакого мира гарантировать не могут, потому что, если вы обратите внимание, в Азербайджане идет очень активная пропаганда, которая говорит, что Нижняя Армения — это историческая родина азербайджанцев, и что должны они сюда вернуться, и все такое. Они создают историю фабрикованную, искаженную, и это все используется для приготовления новой войны, потому что, если вы обратите внимание, то никакого мирного процесса тут нет, и президент Азербайджана на днях очень ясно сказал, что вот в стороне Сюника или Карвачара там никакой демаркации и делимитации происходить не может. Почему? Потому что, если там будет процесс, то азербайджане должны отодвинуть свои воска, а они не собираются этого делать, поэтому весь этот процесс не про мир, не про демаркацию, не делимитацию, это просто процесс односторонних уступок, что происходит, когда Азербайджан угрожает нам войной, новой войной, и, соответственно, никакого нормального и мирного процесса тут нет, никаких посредников, никаких карт, никакой логики, никаких принципов. Все это просто односторонние уступки, которые не только не могут помешать Азербайджану идти на новую войну, а еще готовят новые очень хорошие позиции для Азербайджана, для будущей войны, потому что, если нет последников, если нет логики, если нет принципов, то никто нам не поможет, чтобы предотвратить войну Азербайджана.